Подтвердились сразу 7 случаев атипичной пневмонии. Тогда еще никто в мире, в том числе и сам доктор, не подозревал, что речь идет о новом коронавирусе. Уже на следующий день Ли Винляне и еще нескольких врачей, которые поделились его тревожным сообщением о новой странной болезни в соцсетях, вызвали в полицию. Врачей заставили подписать вот этот документ, обязательство не делать ложных заявлений и не распространять слухи, которые могут напугать людей. Доктор, которому стражи порядка пытались заткнуть рот, продолжал принимать больных и сам заразился коронавирусом от пациентки, которую лечил от глоукомы. 11 января в своем интернет-дневнике доктор написал, что у него появился кашель и высокая температура. А 1 февраля сделал последнюю запись о том, что диагноз подтвердился. И это его последнее фото на больничной койке. После таких историй уже не кажутся чрезмерными те беспрецедентные меры, которые страны мира предпринимают по эвакуации своих граждан из эпицентра эпидемии. Всех россиян, которые захотели эвакуироваться из Ухани, взяли на борт отправленные в Китай самолеты российско-воздушно-космических сил. Впрочем, так и должно было быть, ведь никто не должен бросать своих. Всем привет, меня зовут Пайтиан Алиса, мне 24 года. Меня зовут Виктория. Увидеть, что же на самом деле происходит в городе Ухань, где началась эпидемия, сегодня можно только их глазами, глазами тех, кто находился или все еще находится в инфицированном городе. Сейчас я живу и учусь в Китае, в Хубайской провинции, город Ухань. Я нахожусь в городе Ухань. Сколько реально заболевших и есть ли хоть какая-то надежда, что коронавирус будет побежден? Хотела бы рассказать и показать правду о том, как обстоят дела сейчас. Элиса Пайтиан два года живет и учится в Ухане. Когда СМИ Китая написали о вспышке коронавируса, даже представить не могла, чем все обернется. Я не думала, что это приобретет такие большие масштабы. Когда количество заболевших перевалило за несколько тысяч, а сегодня уже за 30, Элиса решила будет вести дневник, снимать все, что происходит вокруг. Сейчас хочу показать мой двор. На улице, конечно, совсем нет народа. Вот люди делают зарядку на балконе. Уж не тот ли это китайский марафонец, попавший во все мировые СМИ из-за страха бегать по улице, пробежал 50 километров по собственной квартире. Тем временем многомиллионный Ухань для студентки из России – это теперь несколько комнат, где только она и любимая собака. Итак, первым делом с утра я кормлю свою собачку. Впервые за несколько дней Элиса решается выйти из дома. Закончились продукты. В подъезде пахнет антибактериальными средствами, какими-то обрабатывают полы. Здесь специально салфетки держителей. Город-призрак все еще в оцепенении. Так выглядят улицы. Все маленькие магазинчики закрыты. Общественный транспорт на время приостановлен. Автобусы не ходят. Лично я использую электронный байк. Сейчас я его покажу. Можно ехать. На улицах полицейские проверяют температуру водителей чуть ли не на ходу. Люди с тепловизорами тут вообще на каждом шагу. Вот выписки. Написано носить маски. Посидители все в масках. Медицинские маски по-прежнему самый востребованный товар. В аптеку зайти нельзя. При этом появление без средств защиты по-прежнему административное нарушение. За это задерживают. Обязательное наличие маски. Стояние следует за тем, чтобы все входили в маски. В это время 3,5 тысячи туристов со всего мира тоже надели маски на очередном корабле-призраке. Круизный лайнер «Даймонд Принцесс» уже несколько дней дрейфует у берегов Японии. У 80-летнего жителя Китая обнаружили коронавирус. Пассажиры словно в ловушке. На борту 24 россиянина. Среди них Аркадий Булгатов. Все дни он не выходит из каюты. По громкой связи то и дело новые сводки о зараженных. Как корабля объявляют, что еще 45 пассажиров об ответы за коронавирусом. Неужели пассажиры обречены? Можете быть спокойны за пассажиров японского судна, который так мне напоминает корабль Аркадия из «Обителя зла». А вот за наших, как всегда, тревожно. Выяснилось, что их обманом заманили на борта Министерства обороны. Они думали, что их повезут в Иркутск. Но вместо этого из Ухани они полетели в Тюмень и получили спецсанаторий, спецпропрофилакторий. И вынуждены там ходить в туалет в ведро. А спецсанаторий этот, на самом деле, едва ли отапливается. Их, наших туристов, которые посещали Ухань в Тюмени, кормят протухшей гречкой срок годности, который давно истек. И селят по 4-5 человек в двухместный, а то и в одноместный номер. Зная традиции России, россиян, эвакуированных из Китая, вполне могут случись, что и расстрелять. Или отселить в спецсанатории и спецпрофилактории другого центра карательной психиатрии. И поэтому Вадим Токменёв мне любезно уступает эфир. С вами я, председатель корпорации «Амбрелла», Аль из «Обителя зла», Альберт Вескер. И мы начинаем центральное телевидение на НТВ. Так, идёт запись, идёт, идёт. Сейчас начнём, начнём, через минутку. Ох! Решили нажиться. Путин призвал наказать аптеки за завершение цен на фоне страшного и опасного коронавируса из Китая. Самодурство нашего царя не знает границ. По словам президента, четыре аптечных сети, которые решили нажиться на ситуацию с коронавирусом, у них следует отбирать лицензии и нещадно штрафовать. А тем временем в Государственной Дуре, Тирадуме Российской Федерации, готовили инициативу, запрещающую поднимать цены на лекарства и на маски. Вице-премьер Татьяна Голикова, про которую народ в лице моего отца говорит, что она дура в юбке, доложила президенту о росте цен в аптеках на 70-100 рублей на маске. Путин отметил, что аптечная сеть в России довольно обширная и даже избыточная. Как уточнила Голикова, в России действует план, утвержденный премьер-министром Мишусиным, по противодействию страшного, смертельно опасного коронавируса в России. Тут мне навеяло бессмертные стихи Якова Маршака. Борются с коронавирусом все, борются пожарные, борются милиция, но все равно не могут найти китайца зараженного лет 20-30. Ну, а если серьезно, самая большая оценка была выявлена, нет, не на границе с Китаем, а в Дагестане, на маске, аж на 650%. Федеральная антимонопольная служба, которая должна бороться с монополиями, такими как с Газпромом и Роснефтью, после слов президента, будет каждое завершение в аптеках будет рассматривать как экономическое бородерство, Что им мешает рассматривать в качестве акта экономического бородёрства высокие цены на газ и на нефть? Я не понимаю. Не повышать цены в аптеках, пока по миру гуляют ещё раз страшный и опасный коронавирус, который у вас, россиян, наконец-таки всех спровоцировать на мир с Украиной. Ой, так, россияне в целом реально поддержали инициативу президента, но очень они уж больно соскучились, видно, по дефициту и очередях в аптеках, которые не закроют даже, несмотря на коронавирус. Но вот именно этот коронавирус как раз-таки и меньше волнует россиян, чем цены на бензин. Да, и в аптеках в том числе. И заявление Путина об аптеках, это отводит от более серьёзной темы для рашистов. И заявление Путина о том, что сейчас придём и докажем сразу все аптеки России, ничего иначе не назовёшь, как пиар на всём. За 20 лет правления нашего царя, так вашего царя, наш-то, как известно, артист комедийного жанра. Так вот, ваш царь за 20 лет своего правления так оптимизировал медицину, что надежда у граждан только на негчобную маску, который, ещё раз повторяю, не помогает от страшного, опасного, смертоносного коронавируса, а служит врачам, чтобы они свои слюди не пускали в больные места Бальдова. А вот надежду на инфекционное отделение в городских и областных больницах без вынимания денег на ВИП-палаты из кошельков пациентов надежд нет. В городах обычно работают по 5 сетей аптек, и цены на маски они завышали. Не сейчас, когда глядят страшный и опасный коронавирус, а ещё до Нового года. Но их никто за это не прессовал, потому что не было тогда коронавируса. А сейчас вот есть пиар на крови, а Путин сделал пиар на вирусе. Он хочет разработать, он не хочет разбирать, почему, например, в городских и областных больницах, в инфекционных отделениях все матрасы просаны, все подушки обсаны и так далее. Если всё-таки коронавирус доберётся в европейскую часть России, то больницы вылечат людей только лишь до тот свет. И сейчас все те, кто вот в этом самом лагере под Чубенью, это прекрасно понимают, что жить им осталось, скорее всего, недолго. Либо расстреляют, либо заразят какой-нибудь вертодостной холерой, дабы они не вышли на свободу и не рассказали, в каких условиях их принудительно содержали. И ещё обратите внимание на то, что в заражённой коронавирусом Тюменской области людей с коронавирусом свозят не в больницы, а в отеле, прекрасно понимая, что творится в больницах. Вот лучше бы про это на ваш президент думал, а не наживался на аптечном бизнесе и не гробил его через руки своих марионеток-губернаторов, не сокращал бы скорую помощь. А так это, по сути, гнусные слова гнусного президента, вражеского ГБ-шного резидента. Дальше что-то я не пойму. Ага, дальше идём. Так. Трагические... Сейчас, минуточку, я ещё не пойму. А, вот всё, запись, запись. Всё, всё, всё. Вот теперь я понял. Вот теперь я понял, да. Всё. Всё, что-то... Ты понял? Сейчас я понял. Всё. В трагические новости приходят из... Приходят из Сирии. Там погибли российские военные специалисты после продолжительной атаки на авиабазу Хмеймим. Об этом рассказывает МИД России. И тут уже начинаются странности. Почему об этом сообщает МИД, а не Министерство обороны? С лжецом, генералом Коношенковым, который заявлял в 2017 году, что российских войск нет, а потом сам Путин признал, что российские войска есть не только в Крыму, но и на Донбассе. Наш МИД говорит, что на авиабазах Хмеймим было совершено тысячу нападений боевиков, отчтоженные миллионы. Привычное для МИД РФ обвинение США не вносит ясности в эту историю с гибелью российских военнослужащих. Почему-то погибли не АБКТО, а сотрудники ФСБ, так еще какие. Элитная снайперская группа из управления С, СМЕРЧ, и из управления К, КАВКАЗ, центр специального назначения ФСБ России, которые были направлены в Сирию для усиления снайперского подразделения. Почему в этом странность? Вроде как ФСБ у нас в законе об органах госбезопасности действует только внутри страны. Для внешнего контура есть ГРУ и СВР. Их спецтазы за слот и ССО, бывшие спецтазы ГРУ. Неужели их раздолбали боевики? Потому что их пришлось, этот спецтаз пришлось СССР и ФСБ усиливать. Вполне возможно. Ну нет, ответа на этот вопрос. Многие становятся понятны, и если элитных спецтазов России грохнули боевики в Сирии, то понятно, почему ГРУ послало двух бедерей в СОСБ, Петрова и Баширова. Потому что хороших специалистов ГРУ давно уже раздолбали в Сирии, и наши СБУ и ВСУ на Донбассе. От спецназа ФСБ до сей оставался в тени военной операции рашистов, кровавых фашистов в Сирии. А сейчас его решили привлечь в Сирию, и именно потому, что спецназ ГРУ, СВР, ФСО не справлялся со своими обязанностями. Но инспекция ФСБ также подорвался на фугасе, к сожалению. Другого ответа на этот вопрос, зачем посылать ФСБшников в Сирию, нет. А это означает только одно. Потери в Сирии, в том числе и элитных войск России, настолько высоки, что уже сейчас могут сравняться с потерями в Афганистане 80-х годов. Косвенно это подтверждается тем, что был издан приказ засекретить сведения о количестве гибели российских военных в Сирии. И только об двоих погибших офицерах нам известно. Потому что они были не контрактниками и не срочниками Министерства обороны, а офицерами ФСБ. Так вот, в Сирии погибли майор Влад Ахматьев и также майор Руслан Гимацев и капитан Дмитрий Минёв. Все они подорвались на фугасе. Также ясно, сколько... Также не ясно, сколько их было. Двое и при офицерах ФСБ, но тем не менее их тела нашли не около авиабазии и отражали гибридическую атаку чаристов, а совершенно на другом месте в провинции Латакия. Причем офицеры ФСБ передвигались по Латакии без вооружения и без прикрытия на обычном такси. И это элитная снайперская группа ездит на такси. Причем поехали они туда не под своими собственными... А, под своими как раз собственными именами и фамилиями. И их передвижение явно отслеживалось террористами уже по прибытии непосредственно в Сирийскую Арабскую Республику. Офицеры ФСБ вовсе не охраняли базу. Как об этом пишет в частности Комсомольская правда. В заявлениях МИДа вообще нет ни имен, ни фамилий, ни причин, зачем отправились офицеры ФСБ в Сирию. А лишь говорится о том, что виноваты ни с того ни с сего до вершения Хайла Тахир Аль-Шам, которое действовало под прикрытием прекращения огна в Сирии. Но так могла действовать любая группировка. И не МИД, ни Комсомольская правда, ни другие издания не дадут вам ответов на эти вопросы. Что делали спецназовцы ФСБ в Сирии? Потому что все засекречено. У нас в стране секретят не секреты, а промахи спецслужб и ошибки властей, которые приводят к гибели как простых граждан, так и весьма подготовленных спецслов. Но хорошо, что есть всякие там ненавистные вам либеральные СМИ типа Эхо Москвы, Канал Дождь и Новой Газете. И вот в Новой Газете в вечернем куплете как раз говорится о том, что офицеры ФСБ в Сирии, эта элитная снайперская группа должна была сопровождать российских дипломатов в провинции Идлим на переговоры с турецкой стороной. Это объясняет, почему БТРФ рассказал об их гибели, а не Министерство обороны или все то же кровавое ФСБ. Никакой атаки на разу тысячу террористов не было, дронов не было. Как утверждает это в пропагандистских СМИ типа Комсомольской правды или газетов. А было самое элементарное предательство, как пишут в Новой Газете. Кто-то из окружения Башара Асуна просто сорвал переговоры о мирном урегулировании с Турцией, дабы продолжить войну в Идлиме. А расисты на это клюнули и сдохли там. А резко... И резко обострили в результате этого ситуацию. Так что уж лучше бы Владимир Владимирович не защищал братский сирийский народ, а еще братский русский народ на Украине. А так погибли ЦСН ФСБ. Увы. Хотя, в принципе, ну ребята знали, на что подписывают, сожалеть их. Мы еще дойдем, я надеюсь, до кровавых пыток в ФСБ в конце программы. Так что вы сами подумайте, почему рашистов в Сирии нельзя жалеть, особенность ФСБ. Но пока что про другую тему. Потери чекистов в Сирии не сломили их в борьбе против своих же граждан. Сотрудники ФСБ задержали авторов телеграм-канала Футля от Вилан Челли после жалобы самого премьер-министра страны Александра Гусова и его заместителя забрали на Лубянку после того, как Михаил Мишустин покраснел и попросил разобраться с писателями. В этом плане Мишустин видит себя, ведет себя как нашкодивший школьник, полд. Дядя и тетя из Лубянки меня обижали. Быстрее хватайте подлецов. Чекисты у Гусева изъяли сим-карту, но почему-то, дабы не обострять ситуацию, отпустили домой. Что же было на этой сим-карте? И у меня есть ответ. За это спасибо сотрудникам группы Компромат.ру. Все началось с далекого 2004 года, когда были в ФСБ зафиксированы первые сигналы о том, что в Росреестре, который тогда руководил как раз-таки Михаил Мишустин, создана целая система взяток и поборов, связанных с балансом недвижимости и ее переоформлением по выгодным расценкам для самого Мишустина. Также Мишустин причастен к теракту на заводе Тольятти Азот. Дело в том, что некто Сергей Соколов и бывший руководитель службы безопасности Тольятти Азота Олег Антошин, а также Руслан Минниченко ввели намеренно сотрудников ФСБ в заблуждение, вот прям как я сейчас с центральным телевидением, подложив гранатомет в офис Тольятти Азота. И что вы думаете, арестовали их? Ага, сейчас. Мы в России живем. Тут все поинтереснее будет. Сергей Соколов это бывший руководитель ЧОПа Атол-1, который выделивался из службы охраны Березовского. Соколов записывал телефонные переговоры Березовского, а также организовывал слежки за сотрудниками компании Березовского. После того, как Березовский уехал на ПМЖ в Лондон, Соколов остался неудел, и Соколов перебиваясь различными авантюрами задумал аферу с инсценировкой теракта на Тольятти Азот с целью получить контроль над заводом, скомпрометировав руководство Тольятти Азота связями с чеченскими террористами. Соколову вызвали на допрос конторско-комитетский и там на допросе он раскаялся по поводу Мишусина и его поддельника Александра Удотова, которые грабили народ и еще в далеком 2004 году сейчас продолжают грабить, но уже в следующем естественно премьер-министра и заместителя. Премьера выяснилось по словам Соколового, что Мишусин заплатил 50 тысяч долларов журналисту Андрею Краулову, чтобы кто-то расхваливал его ведомство. Соколов познакомился с Мишусином через его заместителя Удотова и заплатил ему миллион долларов. А что так и осталось неизвестным, но дальше доклад об связях Мишустина Удотова с вымогателями таргетей Азота ФСБшники кладут на стол Путину. А дальше Соколову почему-то отпускают, а потом из бюджета под видом возмещения НДС попадают 2 миллиарда долларов, на которые Мишусин и покупают дорогой особняк на рублевке, записанной на имя Российская Федерация. Новому премьер-министру России наглости не занимать. И как пишут в компромат групп и на знак точка ком почему-то сами чекисты скрыли часть компромата от президента на Мишустина. Поэтому Путин и решил не садить Мишустина за махинации. Мишустина как-то очевидно через собственность естественно повязан с генералами ФСБ. Но наверняка в бытность главы ФС он знал где и сколько у них есть недвижимости. И это все только лишь пятая часть компромата на новоиспеченного премьер-министра России. Но самое главное вот что чекисты скрыли от Путина для своих целей это то что Мишустин повязан еще с Солнцевской ОПГ и лично знал вора в законе Шакро Молодого. Да, то есть премьеру министр лично видел лично встречался с представителями Шакро Молодого в ботность главы ФНС. Его с ним познакомил некто смотрящий в кавычках за Кубанью Дмитрий Смычковский у которого задница в тот момент в 2004 году горелая так как его вот-вот должны были накрыть сотрудники ФСБ за бандитизм. И поэтому он обратился к новоиспеченному премьер-министр России Мишусин он тогда главе Росреестра ибо Смычковский имел интерес в строительном бизнесе ибо который возводит эти уродливые торговые центры и торговые комплексы напихленные у меня есть по всей Самаре. Так вот этот самый Удотов который вместе с Соколовым хотели отжать завод и познакомил Смычковского с Мишустиным а тот познакомил Смычковского на сотрудника администрации президента вывел который и забяли дело с ФСБ Мишустин познакомил Смычковского с Некто Дамиром Файзулиным и Андреем Курьевым работающим тогда в администрации президента и в общем Мишустин все так все так разрулил что посадили только из Шакро одного несчастного Шакро Молодого который хоть и являлся тоже вором в законе но в этой истории с махинациями Наталья Тиазот не был причастен Файзюлин сказал что деньги до Шакро Молодого дошли до его общака и Мишустину все сошло с рук даже на него не стали возбуждать дело потому что Мишустин не просто воровал деньги из бюджета а разруливал конфликт бандитов с чекистами и так разрулил что сам стал премьер-министром и в результате перевернулось все с ног на голову вместо отъявленных бандитов ФСБ годится за журналистами и вот поэтому как раз и пришли сотрудникам компроматру чекисты да а ведь в 2004 году была надежда что всех воров посадят но самый главный вор стал у нас премьер-министром а самый главный преступник как известно это президент такая вот справедливость то что я вам рассказал нет этого поищите на сайте а пробежусь поищите тут все коротко изложено поищите эту информацию на компромат РУ надо было назвать программу на центральное телевидение центральный интернет РУНЕТ вот принято считать так у нас идет запись вот принято считать в России чтобы впереди планеты всей в области балета и ракет а тут оказывается что нет нас потеснили с рынка оружия китайцы которые находятся под ударом страшного еще раз страшного пристрашного коронавируса но которые смогли потестить Россию и с несколько непрестижной второй строчке рейтинга по продаже оружия сейчас Россия на унизительном третьем месте эксперты называют чему виной двадцатилетие путинского режима у нас случись какой-то писец винат во всем кто правильно Владимир Владимирович Путин и кровавое ФСБ да дело в том что эксперт вооружений что экспорт вооружений это один из показателей научно-технического прогресса в стране а ВПК в свою очередь это кузница высоких технологий и кадров даже после распада СССР Россия делала немало перспективных разработок те голодные девяностые когда все стояло а вот когда к власти пришел и в докровавый чекист кровавый гибист душегуб Владимир Путин и его некомпетентные жулики и воры из партии Единая Россия такие как Мишустин они начали заниматься нещадно эксплуатацией советской инфраструктуры страны не давая взамен новую инфраструктуру а в 90-е как известно станки стояли и было не до экспорта чиновники путинской России ну раз там на вольня так говорят прекрасная Россия будущего мы будем сейчас говорить что так вот мы будем говорить что чиновники ужасной путинской России сегодня деньги от ВПК тратили на яхты и дома на лазурном берегу франции и тратили столько что как раз в противовес этому была создана общественно-политическое движение распил а позже и фонд по борьбе с коррупцией Навального предприятиях России банально не хватает станков и все это происходит не при Ельцине а в первой половине двадцатого происходило а в первой половине двадцать первого века в чем же секрет успеха китайского оружия а в том что китайские компании ВПК работают только в одном секторе то есть нет такого как в России когда корпорация сухой производят в том числе и гражданские суда которые разрушаются на куски при малейшем ЧП а военные самолеты постоянно сбивают такого в Китае нет постоянно сбивают из революционских МВС в шаббат в субботу в Сирии такого в Китае нет вот сухие цифры статистики объем продаж у США 226 миллиардов долларов оружие у Китая 54 миллиарда долларов а у России скромные путинские 37 миллиардов и при всем при этом китайцы не выпячивают то что они занимают второе место по вооружению в отличие от России где гордыня терапатриотизм а дефектно фашизм обуяли решительно всех и вся мы кричали что Россия номер один в мире по посадкам оружия но на самом деле уже даже и не номер два по оружию Китай секретил дады и продаж своего оружия в отличии от гордолюбивой России вполне оправданно дабы не дадать страсти а то так а то Трамп может пригрозить Китаю своими авианосцами а во вторых чтобы вот эта гордость за второе место не превратилась у китайцев в гордыню как это превратилось в самой России Китай одна только китайская компания на поставках оружия зарабатывает 20 миллиардов долларов в то время как российский Рособоронэкспорт единственный подставщик легального российского оружия за рубеж зарабатывает скромные 9 миллиардов долларов при этом последний раз прибыль у него у Рособоронэкспорта было зафиксировано за 2014 год а дальше регресс и спад связанных с западными санкциями причем у Китая причем Китай занял второе место по экспорту оружия у Китая есть серьезные проблемы с Гонконгом Тайванем который открыто заявляет о покупке оружия США и о готовности идти против материкового Китая если Трамп отдаст такой приказ и при всем при этом китайское правительство сохраняет благоросовие оно не выпячивает на улице Гонконга танки Т-72 и не вводит шахтеров и трактористов в Тайвань чтобы свергнуть местное правительство как в России поступили с Украиной и под госканалом КНР не крутят 24 часа о том что там на Тайване творится они крутят свои новости и новости мировые то есть там в Китае нет такого что вот а смотрите что в соседней стране творится такого вот нет и вот поэтому Китай занимает второе место по экспорту оружия а не Россия а если считать прибыль сугубо по компаниям то Россия по экспорту оружия занимает и вообще тридцать третье место причем в армии уже даже в российской армии называют новый автомат АК-12 говном имею ввиду то что советский автомат АК-СУС разстрельник намного эффективнее борется с врагами чем АК-12 Россия ты полностью просрала свое оружие твоему могуществу пришел конец так что тебе надо брать свой так что тебе надо убрать свой штык нож с горла Украины отдай Крым отдай Датмасс и вновь по оружию ты будешь второй в мире а нет вообще слетишь на 179 место о да что ж с это с известиями творится с новым ходом в России придумали еще один способ хищения денег со счетов этот способ еще более опасный чем все предыдущие сотрудники нелегальных колл-центров нагло используют модифицированный скрипт если раньше мошенники маскировались под службу безопасности банка и сообщали жертве о блокировке счета из-за подозрительных транзакций то теперь оборзевшие российские мошенники интересуются в каком отделении банка и когда там клиент закроет счет якобы получено банком заявление на это дело от самого клиента гражданину предлагают спасти свой счет путем перевода денег на некий безопасный счет в другом отделении банка причем мошенники звонят не сотовых а с городских номеров используя эту убирающую сеть связи центробанки уже заявили что эту схему они сдают и прекрасно есть что правильно пользуются но так может пора уже действовать да уже пора снять деньги со счетов да нет эта схема более опасная чем предыдущая потому что банкиры реально могут звонить клиентам с вопросами где клиенты когда хочет закрыть счет сегодня тебе позвонил реальный банкир из реального банка а завтра мошенник позвонит ты даже не сможешь распознать кроме того его голос кроме того в некоторых российских банках вопреки стереотипам о том что большой брат следит за нами различными отделениями даже не уводят стояние даже не видят стояние счета клиента есть еще другие гибели опасные способы отъема денег это когда наличные когда снимаешь наличные через кассира в банке а тот сообщает подозрительным а тот сообщает поддельникам подозрительным лицам твой адрес и фото фотографию и тебя уже ждут около подъезда полиция полностью бездействует лиц составляет фоторобот нападавших но не ловит их кроме того некоторые кассиры некоторых банков прямо на все деления оруд сколько ты решил снять наличности у нас закон об мошенничестве довольно закон об мошенничестве довольно суровый просто сами мошенники очень хитро обходят этот закон на то они собственно говорят и мошенники инвертируют на своем пенисе всю правоохранительную систему от МВД до ФСБ и СКР включительно например колд-центры в Подмосковье скупают сотнями московские номера которые используются для мошенничества а операторам сотовых связей пофигу для чего столько номеров скупают один и тот же колд-центр а есть вообще вопиющий случай это когда мошенники звонят и говорят что некто далее фамилии имя отчества хочет снять деньги с вашей карты и чтобы это предотвратить надо скачать в плеймаркете приложение PrimeViver программу для удаленного доступа к банковской карте когда ты скачиваешь эту программу то к тебе уже едут вовсю врываются во всю оперативники следственного комитета России и заявляют что это ты скачиваешь деньги с банковских карт нелегально мошенники работают гораздо более эффективнее банкиров и правоохранителей и запомните мошенники в России работают эффективнее банкиров и правоохранителей потому что правоохранители на этой неделе вместо борьбы с мошенничеством заменились в выемках документов в институте Сибирского отделения РАМ вновь они вновь порисуют ученых светлых убов потому что они ученые не нужны путинскому чекистскому режиму а нужны как раз те кто пишет про меня гадости в комментариях оно же мошенники важны и нужны путинскому режиму и поэтому не даром их охраняют чекисты а тем временем с ваших банковских карт списываются огромные суммы денег которые потом в частности находятся на счету семьи бывшего генпрокурора Чайки да что говорит о многом кто с кем и когда в связке Кремль объявит дополнительные выходные для голосования в конституцию по новым поправкам этот день будет 22 апреля в этот день родился вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ульянов Ленин а он объявил этот день днем всей земли что крайне символично ибо большевики как известно хотели распространение диктатуры пролетариата на весь мир а получилось только в России и Северной Корее в Вьетнаме и в Китае у нас в России слишком много праздников слишком много народ спевает откровенно по этому празднику то 23 февраля то 8 марта а тут еще праздник по голосованию поправкам по новой конституции по путинским поправкам в ней наша конституция это как известно русская проституция во всей красе в том смысле что действующий основной закон власть не стремится выполнять вообще самая крутая конституция как известно была прописана именно при сталинском режиме с врачайшими свободами для граждан вместо свободы и демократии были тогда как известно черные воронки гулаг и репрессии и репрессии и расстрелы несмотря на то что сталинская конституция была просто вау и очень круто не получится ли так и при новой путинской конституции большой вопрос вот например премьер Бешустин явно похож явно имеет схожей черты славрентий палча Берия и это явно неспроста и в частности поэтому люди в основном против права конституции ибо раз это не соблюдает власть то почему будет соблюдать новую власть нам говорит эй народ ну как же так мы вам выходной делаем праздник тут новые задумали под названием реформа по конституции а вы что против народ наш не дурак прекрасно понимают что дело пахнет керосином в этих поправках ну во первых утверждение некоторых министров государственной дубы при всей моей нелюбви к путину госдуба телегуздура хуже хуже чем владимир владимирович а владимир владимирович просто спихивает часть ответственности за назначение в правительство тех или иных лиц на госдуму при этом оставляя самый лаковый для себя кусок а именно блок силовиков хотя во всем мире ровным счетом наоборот просто потому что силовики ворушены и когда нарушают закон их некому проверять и проверяют их в парламенте так как некому проверять а поэтому действия например ФБР ЦРУ рассматриваются в конгрессе а у нас ФСБ СФР ГРУ подотчетно понятно кому и только один человек имеет с них спрос есть по поправкам вариант еще более экзотичный это прописать слово Бога в Конституции то есть будет так в России типа Бог по Конституции есть а например в Южной Осетии его нет просто потому что там не записано в Конституции ну бред же Бог есть везде и вот если ты пишешь по новой Конституции и вот если ты заявляешь обратно по новой Конституции что Бога нет то будь готов подвергаться новым гонениям ибо ты нарушил Конституцию так что попы будут мстить если про Бога пройдет в Конституцию попы будут мстить акти этим атеистам за гонения 20 века вот что готовит нам новая Конституция потом Путин хочет прописать в Конституцию социальные права для граждан это в принципе неплохая идея спросите себя сами когда будут новые дефолты в России на что бы вы потратили бюджетные средства на социалку или на поддержание боевой готовности ядерного оружия чтобы на Россию никто не напал в этих условиях ответ будет очевиден что не в пользу социальных выплат до поправки не будут работать как надо зато благодаря им в России будет выходной день который ни туда ни сюда он будет в среду то есть ты будешь два дня работать а не день пойдешь проголосуешь поправку в Конституцию если тебя заставят если не заставят то тянешь и дома а потом еще два дня будешь работать и нахрена спрашиваются это надо нет такой кондинации что пятница суббота воскресенье ты отдыхаешь или отдыхаешь суббота воскресенье понедельник почему возникло 22 число а потому что воскресенье 26 апреля начинается точный сезон официально в России а в этом году вербное воскресенье выпадает на 12 апреля или Пасха ну вообще православные праздники и вместо того чтобы например Конституцию принять в октябре в сентябре в общем там через год именно побыстрее хотят ее принять поправки Конституции просто потому что Путин неоднократно об этом заявлял не хочет не хочет вязнуть грязнуть в поправках Конституции по словам Пескова ну и отдельное слово конечно про Госсовет тут недавно пресс-секретарь президента разрезил что ж такое Госсовет что Кремль имел ввиду по поводу создания Госсовета и лучше бы он объяснял ибо по его словам по словам Пескова Госсовет Конституции будет органом развития социально-ориентированного государства вот что имел ввиду наша пресс-секретарь президента непонятно зато Жириновский лет 7 заявил что Госсовет нужен президенту Путину с целью удержания власти а туда будут включать только лучших губернаторов со всей страны почему поправки в Конституции будут приняты так скоро аж в апреле за 4 месяца также понятно для уставления тотального диктаторского режима Владимира Путина ну и я убежден что менять Конституцию Дашу 93-го года вообще не надо потому что наша Конституция 93-го года принималась на крови расстрелянного парламента событий октября 93-го года так сейчас пока посмотрите на этих молодых людей сейчас посмотрю на время 55 да фигурантов дело в сети суммарно приговорили к 86-ти годам колонии 10-го февраля суд в Пензе вынес приговор семи левым активистам застрадание террористической деятельности они получили сроки от 6 до 18 лет однако показа пока показания были против сети ФСБ получало под пытками активистов так так что если ты молодой человек так еще и инициативный будь готов к пыткам и к суровому приговору кровавой России и поэтому на три буквы можешь смело посылать это государство когда тебе ступится 18 лет и вливаться в наши ряды СБУ ВЦУ все жалобы на пытки со стороны следователей ФСБ были проигнорированы и отклонены продажным правосудием и судья который вел это дело в России явно не судья а еще один слумянки которая захватила власть в стране и думает что она может диктовать молодежи России что делать и как себя вести вот что сказал верховный фюрер России Владимир Путин цитата молодежь в России пора сажать и всячески дербанить если ты молодой человек в России будь готов к там к статусу пушечного мяса путинского режима чтобы понять мое негодование расскажу подлинную историю этой типа террористической группировки в январе 2018 года в Санкт-Петербурге пропали двое антифашистов Виктор Филинков и Игорь Шишкин Позже открыто разгуливают скинхеды и больше услышать хайер Гитлер во всей красе вот там 9 мая вот там ипотропическое воспитание молодежи так вот Филинкова и Шишкина посчитали за террористов потому что они в лесу играли в страйкбол а также активно занимались походами в лес и встречами там со сторонниками левой идеологии то есть коммунистами у нас почему-то КПРФ не считается экстремистской организацией а коммунисты считаются и попали юные коммунисты под репрессии фашистского режима и на этих встречах с коммунистами молодые люди в лесу обсуждали политическую ситуацию в стране что и дало повод ФСБ считать их террористами да если ты живешь в России тебе даже в лесу запрещено не в городе в лесу запрещено обсуждать политику партии правительство а лес это не общественное место а принадлежит определенным чиновникам или чекистам и чтобы там собираться надо платить дань но дань у молодых людей из сети не было и поэтому под пытками и угрозами их заставили дать признательные показания у Игоря Шишкина диагностировали перелом нижней стенки глазницы также у него зафиксированы ноготишные гематомы и ссадины плюс еще ожоги от электрических проводов в ФСБ уже разучились не под пытками выбивать показания там работают действительно садюги и скоты в случае с Филинковым следовательный комитет решил что сотрудники ФСБ были его электрошоком абсолютно законно абсолютно законно абсолютно законно было то что сотрудники ФСБ были в белых медицинских масках в медицинских перчатках поставили на стол динамом машину отопырив подсудимым большой палец ноги и так ФСБ мрази и садисты пустили ток прям под ноги фигурантов сети так продолжалось 10 секунд во время 10 секунд сотрудники ФСБ кричали что ты вражеский агент вот ты человек который вражеский агент в лице этого человека вся российская младежь потом на фигурантов сети надели плотно прилегающий убор типа под шлем конвойный взломил большие пальцы рук подсудимых и в рот засунули кляп примотали скотчем чтобы ничего не было слышно и пустили ток а затем начали бить кулаком по лицу и в живот слушайте слушайте это это будет с каждым молодым человеком еще сотрудники ФСБ и хитничали что мол только плохой слабо бьет сотрудники ФСБ также применяли запугивание мол не дашь признательные показания мы всю твою семью этих молодых людей расстреляют изнасилуют убьет уволят но на попытке попросить прекратить на пытке сотрудниками ФСБ утверждали что с вами молодежь российская по другому нельзя ну что ж я надеюсь перед этим что в реальных экстремистов будет больше и будет объявлена открытая охота на чекистов потому что по другому без страшных без страшной гражданской войны в России нельзя ибо потому что она может прекратить другие войны в прекрасной России будущего Алексея конечно же Навального который нахально ездил на греческий остров и снимал хороба эксоген прокурора Юрия Чайки пытки пытки бойтесь пыток ФСБ бойтесь